Всех приветствую, с вами Андроид Андроидович. Сегодня играем в игру, которая называется Horse Adventure или Адвентарь, как правильно поправьте меня, Тейли оф Этрея. Игра, кстати, требует обязательно доступ в интернет. Вот, и когда я первый раз ее запустил, у меня скачало определенное количество объем данных. Так, выбираем мальчика или девочку, давайте выберем мальчика. Я скажу честно, я не знаю про еще игра, но я знаю точно, что про лошадей. Давайте посмотрим, что же, что же тут такого интересная игра на английском языке полностью. Так, так, что такое? Ага, у нас имеется лошадь. Мы ее управляем. Так, мы можем бежать вперед или тормозить дальше, влево или вправо, окей. А это что такое? Так, и что, прикольно. Концепция очень-очень оригинальная. А, держать если в левую сторону, у нас резко поворачивает, что ли? Что-то понятно. Так, окей. Сейчас, наверное, мы будем прыгать. Помимо этого, у нас имеется карта сверху. Видите, игрубляшок, который показывает направление, куда мы с вами передвигаемся. Как я? Давайте маленькую звуку прибавлю. Пусть не слышно. Ну-ка. Вот так, маленькую прибавлю. Так, и мы прошли обучающий режим. И сейчас будем путешествовать. Непонятно, это симулятор... Не оседлание, как это называется. Симулятор чего? Катание на лошади или это какое-то приключение? Мне кажется, это приключение какое-то необычное. Необычное, сделано в форме. Так, мы можем назвать его персонаж. Давайте это сделаем. В английском языке. Давайте я на русском напишу. Мне просто интересно, будет называться на русском. Теперь мы выбираем ему одежду. Как вообще он будет выглядеть. Прикол. Вот. Ну, давайте мне это устраивает. Дальше. Комплекция это на телосложение наше. Давайте я стану белого. И название лошади. Но это тоже я париться не буду. Так, что-то еще можем... У лошади можно выбирать... Так, хвост. Что это такое, цвет что ли? Да, цвет хвоста. Все, погнали. Да, пожалуй, это... Так, что чувак мне говорит? О, смотрите. Даже типа мини-заставки, которые объясняют сюжет данной игры. Я, как понимаю, лошади какие-то святые существа, которые существуют вместе с какими-то людьми, магами, непонятно. И что-то, короче, произошло. Они исчезли, эти лошади какие-то. Тысячелетние, что ли, миллион. И из них пропала защита. И появилась опасность. Теперь нам нужна помощь этой лошади, как я понимаю. Или что, так. Мы должны куда-то пойти. Так, давайте пойдем за этим чуваком вначале. А, давайте подожди, прежде чем пойти за этим чуваком. Ух ты, нифига себе, целая карта. Вот это прикол. И что мы можем тут сделать? Тихо, ехо, 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 посмотрю. Ага, а это что-то дополнительное мы сможем докупать за бабло. Стойте, стойте. Так, карта. А эти, как я понимаю, открываются попозже, попозже. О, различные сокровища будут попадаться нам в самой игре на этих картах. Так, идем перемещаться. Интересно, о чем мы на этих лошадях будем делать? Мне очень интересно, потому что непонятно, что на лошади можно еще сделать. Это передвигаться, прыгать и что? А какое-то взаимодействие, не знаю, с существами, с людьми непонятно. Ну, я им вражескими. Но сделано очень оригинально. На таких игр на Android я еще не видел. Еще бы, конечно, гейплей было получше. Но имеется в виду не то, что получше, что там дальше, непонятно. Вот такие вот вставочки тоже. Это очень круто, что так вообще придумали. Какая-то реальная история. Водопады, пляж. Ну, такой есть атмосфера сама в этой игре. Сама, да. Атмосфера вообще есть, поэтому это круто, конечно, круто. Нафигасик. Так, и вот у нас начинается сама игрушка. Это было представление игрульки этой. Окей, что-то надо мне куда-то... Блин, здесь мы его ведомы, что спустились на пляж. Так, одесса, могу ли я зайти в воду? Нельзя. Ложка, понимаю... Это что такое? А, это типа путешествие куда-то... А, мы можем еще, кстати, камеру вращать свайпами. Окей. Непонятно, что нам за эти прыжки дают? Какие-то очки, что ли, непонятно? Может быть, все может быть. Так, тут я еще заметил, что имеется магазин, в котором, как я понимаю, за бабло мы сможем покупать различные вещи. Монетки, игровая валюта, 200 штук у меня. Какой-то кубок, это, наверное, различные достижения и какие-то кристаллы. Так, пока скачем, скачем, скачем. Скачем, скачем. А, перепрыгнуть, это нельзя. Окей. Назад. Музыка тоже прикольно сделана. Так, смотри, какой-то лагерь. Давайте к нему подойдем, посмотрим. Как я понимаю, можем общаться с другими персонажами. Ах, слушай, не пускай, что нет, нифига. Типа, пошли за мной, чувак говорит. Различные строения тут имеются. Ну, так нетерпеливо происходит сам сюжет. Приходится читать... Что такое, непонятно. Какие-то чекстовые сообщения, так что-то не хотят. Интересно. Так, что это хотят? Найди... А, какие-то ракушки надо найти. Окей. А, вон они показаны, в принципе, на карте. Они показаны, давайте их соберем. Ну, блин, советую сыграть обязательно эту игру. Таких игр очень мало. Вот такой именно жанровой предназлежности. Новое слово придумать, жанровая предназлежность. Просто такого, игр такого жанра очень мало. Мне такое ощущение, что эта игра откуда-то взята, допустим, с какой-то игровой платформы. Мне такое ощущение. Так, все, в принципе, я собрал. Что мне-то скучу, чувак, скажет? Пока никаких сражений еще пока нет. Ну, мне кажется, так и будет протекать сам гейплод данной игры. Так, куда идем дальше? Чувак, ускакал, смотри. Ну-ка, могу я подойти к этому? Наверное, запись могу делать? Ну-ка. Что такое? Что такое? И что? Какое-то испытание. То есть, я как понимаю, нам нужно успеть добежать до какой-то точки. Для этого мы с вами ориентируемся по карте. И вот по этим светящим штукам бежим в их направлении. Вот показано время. Ну, это тоже, как бы, это, получается, различные мини-игры имеются. Прикольно. Но это разнообразит игровой геймплей и, тем самым, еще больше заставит игрока в эту игру, ну, как бы, то, чтобы поиграть. Еще больше затянет сама игра. Тем больше различных дополнительных штук, а это тем круче. Это факт. Это все время так было. Ну, и последняя точка осталась. Осталась мне до последней точки. И, думаю, сейчас я что-то заработаю за это испытание. Прикольная игра. Как, ну, что же мне дали? Что-то громковато. Окей, а вот, как, смотри. Так, подойдем. Опять заставляет мне собирать. Неужели весь смысл данной игры будет вам просто собирать эти бы мракушки? Хрякушки. Куда эти-то надо? Вот. Или что тут? Что-нибудь мне хотят? Так, на карте... Да, блин. На карте изображено что-то, вот, видите? Так, и что тут дальше? Что они хотят? Различные обучающие. Да не хочу я, блин. Ну, вы идиотики. Не хочу. Ну, ладно, выбора нет. Блин, такая игра, ну, как вам сказать, в ней надо разбираться, в ней надо играть. То есть, в основном вашего времени. А эта игра, конкретно, она затягивает вас надолго. То есть, я думаю, эта игра понравилась. То есть, я думаю, эта игра понравилась людям, кто играет различные, там, консольные, или играли раньше. Потому что здесь вот по такому принципу сделали. Не терпеливо, не терпеливо. Потихоньку, короче, открывается сюжет, проходите различные миссии. Поэтому, так кажется, не все так просто. Ну, меня, конечно, вымораживает, что мне приходится постоянно бегать, прыгать. Ну, не знаю, наверное, весь геймплей игры будет состоять в этом. Это, конечно, плохо, если так. Хотя, я сомневаюсь. Все-таки, не зря же я у моей лошади различные скиллы, которые мы можем потом использовать. Так, не забываем менять камеру вот таким вот образом. Так, когда же мы добежим? Реально, вот этот. А тут еще какой-то момент. Управление такое. Оно, в принципе, удобное, конечно, но все равно. Так, я маленькой водички попил, а то, понимаете, вот что тут мне хотят. А, вправо, влево. Тут собираем различные. Блин, я думаю, сейчас... Да, хочу. Капец, ну тут на ватника сделан. Ой, а что такое? Собираем различные кристаллики. Прикол. Тоже прикольно, что. Просто, они могли, в принципе, разработчики, тупо поставить человечка, который все будет делать. Но они, видите, решили пойти другим путем и создали целую историю, что на различных лошадях можете кататься. Это, конечно, браво. А что-то я не помню, и что, время-то идет, да, идет 20 секунд. Смогу ли я собрать все кристаллы, пока неизвестно. Собрал, что ли? Красавчики. Ну, блин, я думаю, сейчас, наверное, тогда пойдем-ка мы по сюжету. Что-то как-то это... Нудно ватника. Да-то, блин... И достаточно медленно бежит наша лошадь. Ну, давайте подойдем к этому чуваку, блин. Чуть-то я запутался, я так и не помню, куда он делся. Мой основной персонаж. И что-то мне сказали, вроде, сделать. Посмотрите. Ну, наверное, на этом закончим наш летсплей, потому что, ну, блин, я же не могу вечно снимать видео, да, вам будет достаточно скучно это смотреть. Короче, игра, если понравилась, советую сыграть. А давайте перейдем к каким-то достоинствам и недостаткам данной игры. Так, чтобы я отметил, это оригинальность. То есть, достаточно интересно сделано. Трехмерный огромный мир. Возможность покататься на лошади. Тут имеется карта, различные скиллы, персонажи, с которыми вы можете общаться. Это, конечно, круто и интересно и увлекательно. Так, какие минусы? Ну, минус, что, ну, наверное, процентов 10, наверное, 5-5, 10-5 процентов понравится моим подписчикам этой игрой, а не меньше. Потому что достаточно такой процесс великотекущий. Вот, это, конечно, один из недостатков. Но это, как говорится, понимаете, на любителя, игра на любителя. Но мне она понравилась. Дальше имеется донат. Обязательный доступ в интернет. В противном случае, вы у нее тупо не сыграете. Вот, давайте подойдем к этому придурку, что он от меня хочет. А, это это. Видите, даже с меня требуют сейчас деньги за что-то непонятно. Вот, а так, в принципе, вот, давайте посмотрим. Могу я карту? Почему-то я не могу выбирать карту, странно. В прошлый раз я выбирал. Ну, так, за оригинальность я поставил бы и однозначно пятерку. Вот. На этом, думаю, закончу свои длинные, как мне кажется, летсплей. Или просто игра такая маленькая, нудноватенькая. Вот еще минус. Игра маленькая, нудноватенькая. А если вам понравилась игра, или как я вообще делаю обзор с плей, или просто хотите поблагодарить меня за то, что я снимаю такие видео практически каждый день, то обязательно поставь палец вверх, или, как говорится, лайки. А на этом, наверное, с этим видео мы закончили. Даже закончили. Короче, всем пока. До скорых встреч. Продолжение следует...